Ну, что я могу сказать? Цветы мои, конечно, покоцанные, но цветут. Цветут, видно, им тут нравится. Наконец-то они могут выдохнуть из-за этих троглодитов. В общем, металлическая вот эта медная сетка им помогает. Эти тоже он. Ну, какой красавчик. Вроде бы даже шапочку поднарастил. Эти тоже цветут. Ну, конечно, что-то уже отцветает. Ясный перец. Вот. Ну, мне это нравится. И этот вон цветочки показывает. Конечно, обглуданное всё. Вон оно. Ну, ничего. Молодец. Старается. Мошенки носятся. И эти пупсики тоже вроде как. Здесь клематит. В новом, так сказать, пространстве. Вот. Это хорошо. Я тут на медне узнала, что, оказывается, цветы лилейника можно есть. Представляете? В кляре яичном. Немножко муки, немножко белка. И, говорят, очень-очень вкусно. Такая интересная вещь. Не знаю, ни разу не пробовала. Даже представить себе вкус не могу. Но это тоже как наподобие, как цветы тыквы или кабачков можно есть. Даже говорят, можно есть листья настурции. Тоже по типу в кляре. Или можно использовать их как подложку под, ну, допустим, формочку как маффин, да. Вот так вот взять, положить туда вовнутрь. И что-то сверху наложить и запечь в духовочке. Такая вот интересная штучка. Остатки роскоши. Лаванда. Рыжий хвостик лежит. Ещё немного. Ещё немного. И вот жёлтые листики будут абсолютно с ним сочетаться. Да? И будет такой оранжевый листик тут бегать с белыми прожилками. Включила. Там что-то случилось, твою мать. Фонтан! У меня просто идёт этот самый. Он, видно, вырвался на фонтан. Шикарный. А-а-а, вон она. Вон она, вон она. Пережала. Насобирала чёрные смородинки, листиков. Они такие хорошие. Пахнут замечательно. Хочу сделать немножечко такого чая из чёрной смородины. Сейчас закину в пакетик и засуну в морозилочку. Мой боевой кот лежит в гараже. Только живу вот такой-то. Я им училась валять кардачо с белой. Ну, что-то получалось, что-то не получалось. Но, в общем, им теперь есть на чём полежать. Тёпленьком, мягеньком. Да, на шерстеном. Помочь тебе слезть, принцесса ты моя, на горошине. Да, только осторожненько. Осторожненько. Иди сюда. Иди сюда. Иди там. Иди вот сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я тебя сниму. Ну, сниму и в том, и в другом смысле. А скажи, поцарапунькать, поцарапунькать. Не. Ладно. Хвост у нас назад перевалился. Как он так укладывает? Всю жизнь. Вот такой хвост был, когда он мог положить его на этот самый, на спину. Так. Пошли, Тёпсик, пособираем листиков малинки туда. вниз. Насобираем малинки. И потом будет чай зимой. Да. Хороший чаёк. На ноги быстро ставит. Я всегда, каждый год, обновляю свою коллекцию малиновых листиков. Очень хорошо так. О, кстати, можно это самое. И даже вот эту красоту насобирать. Это листики землянички. Кстати, а почему бы и нет? Не знаю, никогда не собирала. Вот так вот. Ну, можно попробовать. Призлучи. Ты со мной пойдёшь, Фоксик? Да? Скажи, сколько ж можно лежать уже на сиденье, на кресле? пушистые последователи. Ну что, пойдём, да? Пойдём собирать малинку. Пойдём. Фоксик, скажи, пойдём, конечно, пойдём. Все идём собирать малину. Да? Пойдём, Фоксик. Пойдём ты, мой Фоксик. Лисичка ты моя. Рыжая. Цветочки. Но мне кажется, всё-таки вот эта металлическая сетка, она очень даже помогает. Потому что мне кажется, он как-то даже увеличился в объёме. И этот вон уши поднял. Так что, шанс есть. Хотя... Вы гляньте, что я нашла. Земляничку. Земляничку. Ммм. Сладенько. Тут даже малина есть. Как ни странно. Ой, ну она уже поменила. Конечна, она уже перезрела. Ой, 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 ой. Расползается прям. Ммм. Сладенькая. Листики хорошие такие. Ой, она аж бродяжная такая. Сброженная. Бродит. Начала бродить. Ой, какая красота. И последователи прибежали. Да, тёсик? Помощник. И инспектор. Предводитель дворянства уже смылся. Я пошла переобулась. Неудобно в шлёпках по горам бегать. И вон тут. Как тут. Последний вечер свобода завтрашнего дня уже работа начинается. Последний отпуск в шлёпках. В шлёпках. В шлёпках. В шлёпках. В шлёпках. Надо, может, водички ему вывалить опять с этой... С этими бактериями, чтобы они лучше работали. Да, Фуксик? Так что, как говорится, прекрасное с непрекрасным всё рядышком. Это листики малины набрала. Тоже заморожу сейчас. Вот это не буду, потому что жёлтый. Вот. Заморожу, потом пережмулькаю. Хотя можно их и даже не замораживать. Высушить такими, как и есть. Потом просто я её малинку всё время беру. Кстати, вот это тоже последнее, что нашла. Чуть-чуть сейчас засуну в сушилку. Пусть сохнет. Ну и вон она моя красавишна. Лавандочка. Остатки роскоши. Там осталось ещё немножко. Сейчас подвешу, пусть сохнет для красоты куда-нибудь. В омолице применю. повесила сушиться. Лавандочка какая красавишна. Так на улице хорошо, что даже в дом не хочется заходить. Вернее, я пару раз заходила и выходила. Очень жарко. где мой боевой кот. А, вон он сидит. Только гляньте, где этот хитропопыш сидит. Как приличный кот на стульчике. Да, ты рядом с подушечкой? Ты рядом с подушечкой? Чему я лятую? Я только что собирала огурцы. Фоксик был на улице, а этот я иду с огурцами, он так мяу на меня, как выпрыгнет, как выскочит, как замяукает. Я говорю, ты меня напугал. Бежит прям как собачка. Бежит как собачка. Где мой золотой? Хочешь на подушечке посидеть? Или убрать тебе подушечку? Скажи, лучше убери. У меня тут больше места будет. Забавное животное. Эти котики. Так, тут мое лежбище. Лежбище. поперла зеленуха. Укропчик. 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 А тут свекла, которую сажала весной. Петрушка сидит. Ну, сиди, сиди, зимой будем есть тебя. у меня ночной дозор. Пошла дома посмотрю, как говорится, что тут происходит. И я пришла к выводу, что они действительно катапультируются сверху. Или прыгают с парашютами. Ну, вы гляньте на это. Сейчас как тут, как его тут подсветить. Потому что он до середины дополз. где-то тут тоже сверху ползет вниз. Это вот откуда они прыгают? Ну, тут вроде как ничего нет такого. Ой, а тут улиточка у нас. Вот она красавишна, красивая какая. А тут слезень. Прям мистика. О, и он ужинать ползет. ну, вы только гляньте. Ну, действительно, он где-то сверху прям вот прям в воздухе. Прям в воздухе кульбиты делает. Это же как? Ну, вот как? Сидит. Где тут тебя подсветить-то твою сущность? Фоксик. Фоксик тоже ползет. О, вон еще ползает откуда, или заползает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут еще мелочь ползет. Ночной дозор, но самый натуральный. Надо будет еще вниз сходить, поискать внизу о ромашечку тоже им приятненько кушать вон один он 2 3 4 там 5 смотрю сегодня будет у нас о а я-то думала и мята им не по вкусу по вкусу гениально больше чем полстакана на собирала тоже у вас какой-то всех каких можно и леопардовых и коричневых каких-то полосатых жуть словом оксана вышла на тропу войны почти целый полулитровый стаканчик пластиковый я вам даже перчатку поменяла потому что она настолько налипла что брать следующих просто невозможно чем оксана вышла на тропу войны они действительно огроменны это просто же какая-то вообще жуть увесистый стаканчик мой помощник днем тюсик помогал а сейчас уже фоксик у нас ночную вахту несет до красавец ты мой фоксик лежит и пошла за этим сам целая куча кстати хочу сказать их надо брать только в перчатках руки не отмыть просто не отмыть и мылом и всеми моющими средствами и спиртом остается какая-то слизь на руках только чисто физически механическим только каким-то с этим как песком или что-то в этом духе боже мой какие они разные куда-то собрался на свободу с чистой совестью нифига ты у нас еще не досолен сегодня целая пол-литровая банка вернее стакан назалился вот так вот хочешь не хочешь а борьба за выживаемость целая пол-литровая обалдеть так что если будете собирать собирайтесь всегда а в перчатках иначе это просто невозможно руки не отмыть я вчера стояла драила полчаса пока до меня не дошло что надо найти какой-нибудь скраб виде кофе зерен или пескату только тогда смогла это отдрать такие вот здрасте у нас тут мордасти и